Приветствую, друзья, сердечно. Про YouTube. Ну, мне пишите о том, что очень трудно смотреть этот YouTube. Ну, понятно, почему это актуальная тема сегодня, и поэтому мы и в Рутуб закачиваем. Скоро я пришлю ссылку, и вы все будете в Рутубе тоже смотреть. И наши встречи с Игорем Николаевичем Астрицовым тоже будете смотреть. Вы увидите там, как я ему ромашку подарил белую. А это я уже рисую новую, потому что мне обещали, что выставка будет скоро, и там будут мои картины. Я тоже вам скажу, где. И мне надо, я придумал несколько ромашек нарисовать. Во-первых, раздарить их тем, нашим почетным участникам школы Человек будущего Homo Futurus. Во-первых, почетным, которые нам помогают и в Телеграме, и в Ютубе, и в Рутубе теперь будут помогать своими комментариями. Вы знаете, что у меня, например, такое мнение, что Ютуб, вот у нас, например, на Ютубе 207 740 подписчиков. Поэтому вы на Ютубе, кто еще смотрит, пожалуйста, добавляйтесь, подписывайтесь, чтобы у нас было не 207 тысяч, а миллион, больше. Потому что это очень важно, потому что мы даем контент, который в мире нет, у школы Человек будущего Homo Futurus. Мы рассказываем, например, вот я вам сейчас скажу, как написано, «Все есть суета, сует, дотомление духа». Правильно. Потому что это касается бытовухих, так сказать, рутинных, материального. Потому что материальный процесс, он должен иметь свое время и место. Вот, например, я сейчас разговариваю с вами, как бы от души, и в этот момент там кто-то позвонил и говорит, «Слушайте, помогите мне встретиться с кем-то», и так далее, и так далее. Видите, у меня все в красках, потому что я рисую, рисую, рисую. Да, это из мастерской художника. Да, и вы наблюдайте за этой ромашкой, и походу я скажу, в формате «Коллективный разум», если кто там знает, что это такое, подсказывайте, что добавить, что убавить, может быть там что-то. А там проглядывает еще танцовщица за ней. Ну, сейчас о белой ромашке, и так дальше. Вот вопрос заключается в том, что все, я истомление духа, кто-то позвонил. Этот материальный процесс, когда тебе надо оторваться, пойти, ответить, прийти, или пойти там, кто-то пошел, что-то сделал, это материальные процессы. Как говорит Игорь Николаевич Острецов, мир материальных процессов, он поддается метрике. Все можно вычислить и так далее. А вот этот мир, где нет томления духа, и суеты, и сует, там как раз бесконечность. Вот это вот мировой разум, там как раз таки нет томления духа, это контакт с вечностью, с безмерностью. Вообще-то я вам хочу сказать, что это и есть нулевое состояние, когда вы находите состояние задумчивости, мечтательности. Когда вы о чем-то думаете, а может даже уже ни о чем не думаете. Вот такое бывает, когда проснешься утром, нежишься в постели, еще не до конца сна вышел и размечтался. Это уже ты перешел из нуля, где нету страха, где нету шаблонов мышления. Ты перешел в образ будущего. И вот это состояние уже называется поток. И поэтому, когда вы научаетесь с помощью нашей школы, подбирая действия синхронно текущему состоянию в моменте, снимать лишнее напряжение, выходить на состояние нуля, вот этой вот безбрежности, бесконечности, вот этой комфортности, задумчивости, вот этого состояния. Ну вот в школе учительница, допустим, стукнула по лбу ребенка, который в окошко загляделся и задумался. А вот нельзя так делать, потому что он как раз попал в это нулевое состояние. Она его раз и выкинула оттуда. Да, и у него сбой произошел. А в этом состоянии как раз-таки при столкновении с этой бесконечностью, в этом нулевом состоянии безмятежности, как раз и происходит восстановление нарушенных функций, восполнение клеточек мозга питательными веществами. Там человек восстанавливается. И переходя в поток, когда он мечтает, или решает там какую-то проблему ранее нерешенную, он там может получать ответы. Это и есть соединение с вечностью. Вот таким образом происходит, но я еще об этом потом расскажу. Вот видите, как можно в двух словах рассказать то, что Будда пытался рассказать. Он же как жил, сын принцев там, и он потом, имея все, потом столкнулся с жизнью, с реальной реальностью. И там как раз-таки все есть суета, суета, вот как написано в Библии, и дотомление духа. И там вдруг он увидел, что страдания существуют. И он тогда сказал, рождение есть страдания, жизнь есть страдания, смерть есть страдания. И там сколько-то лет ходил и придумал нирвану. И вот люди не могли понять, что это за нирвана. А это как раз-таки, как я вычислил, нулевое состояние безмятежности. И вот мы учимся в нашей школе Человек-будущего, Homo Futurus, как быстро туда выходить, путем подбора действий, по принципу перебора, то, что вам лично подходит, как ботинки в магазине. И вот тогда вы переходите из мира такого, как говорит Игорь Николаевич, острицов, который можно измерить, который требует места и времени, материального мира, в состояние вот этой безмятежности. Из суеты, если вы знаете индикатор, это пик напряжения, это будет шторм, а это ноль, здесь 10 делений, из суеты выходите в состояние вот этого безмятежности, покоя, надежности, гарантированности. Ну вот женщины чего любят, например? Голову на плечо положила мужчина любимого, и вот в этом состоянии как раз-таки безмятежности, защищенности, мечтает о возможности выполнения ее мечтаний. Она же видит через это исполнимость своих мечтаний. Она же хочет иметь надежду вот эту крепость за спиной, где она может расслабиться, подумать о своем, помечтать. Правда же, да? Может, я не так понимаю? Вы там напишите мне, пожалуйста, в комментах, правильно я понимаю женскую психологию, что ей нужна надежность. Ей нужна такая вот стена, за которой она может вот помечтать, вот как раз там она переходит из суеты и томления духа в состояние вот этой вот божественной, божественной безмятежности, то есть вечности, которая ей помогает. Ну да, да, мы еще потом об этом поговорим. Насчет ДЦП теперь, друзья. Конечно, мы сделаем бесплатный ликбез, объявим, объявим, и там скажем о том, ну, пригласим всех, кто хочет услышать, советы дадим, советы дадим, как поступать в этом случае, а чего такое может происходить, как помочь этим детям. Так что вы давайте подписывайтесь на мой канал YouTube, Routube, потом, значит, Telegram, Telegram. Друзья, смотрите, кто не видел, описание, описание под этим видео. И там есть и Telegram, и там есть Telegram-платформа, как помочь себе. И там все контакты, и все есть, но мало кто из новичков догадывается, просто описание посмотрит. Ну, лень, может быть, занят делами там. Но вы, пожалуйста, посмотрите, потому что школа человек будущего в такой мире больше нет. Потому что здесь объясняется, и что такое нирвана, и как ее получить, и здесь объясняется, как выйти в поток, как решить ранее нерешаемые вопросы, как открыть себе творческие способности, как развивать их, как снимать страхи, шаблоны мышления, стереотипы. Потому что в школе нас этому не учили. Вот мой друг Козеник недавно отвечал там на вопросы. У него школа будущего, а у нас школа человек будущего. Человек будущего, а не школа будущего. Козеник мой друг, мы давно дружим, он прекрасный человек, ну такой прекрасный, ну просто слов нет. Да, конечно, да. Ну что делать? И, кстати говоря, Наташа наша, Кузьмина, она как раз таки из города, который называется Городок, который так и называется, и она в Белоруссии, там как раз это рядом с Витебском. Откуда ей Козеник? А там очень много интересных людей были. Там и Шагал, там как раз, ну много. Вы посмотрите, Витебск каким раньше был интересным городом. И Козеник наш тоже оттуда. Ну что делать? Такова жизнь. И все соединяются здесь, на этом земном шаре. И хорошо бы соединялись быстрее, лучшее, нормальные люди, которые волнуются не только о себе, но и о человечестве. Поэтому я вам очень благодарен, друзья. Вот мы сейчас, недавно я там выставил свои типы афоризмов, о мне там написали, еще дополнительные те, которые я свои афоризмы уже забыл, а вы помните, и вы мне написали их. Я так счастлив, что у нас такая школа. И я так от души вам благодарен, друзья. Вместе мы только можем что-то сделать. Вместе мы сила. Поэтому пишите, развивайте наши каналы, потому что, ну что говорить, я своим примером личным показываю, что можно и художником быть, что можно и поэтом быть, что можно и книги писать, и людям помогать. Людям помогать. И когда человек помогает другому человеку, у него энергия прибавляется, а не убавляется, потому что тот человек, ну вы понимаете, все взаимосвязано. Поэтому, друзья, пишите, развивайте наши каналы. И так, и так, и вопросы пишите, и конструктивные вопросы. В следующем ролике мы вам расскажем кое-что очень интересное. Еще раз посмотрите на эту ромашку. И сейчас Наташа мне там, она сейчас у Васильцова интервью делает и помогает нам делать эти встречи. Выдающийся человек, который хочет сохранить энергетику. И понимает, и сказал, почему происходит эта теория миллиарда золотого, почему людей пытаются уменьшить на земном шаре, потому что они не додумались, как можно создать новую. А он создал новую. Ну, он говорит там о этой установке Богомолова. У нас снова с ним опять встречи будут. Обязательно смотрите. И мы эти встречи в Рутуб тоже будем ставить. Я хочу эту белую ромашку сделать как символ, как символ вот этого солнца, источника нашей жизни, тепла, и одновременно сделать источником белая ромашка. Это как раз таки символ вот этой вот ядерной, как это называется, Богомолова. Ну, короче, ядерной, атомной, вот этой всего. и сделать такой совет мудрейших, каждому подарить по белой ромашке. Вот Сорокин сейчас, Николай, который нашу школу еще называет, который праздники науки проводит, который нашу школу называет кибернетика стресса. Спасибо, Николай. Вот. У нас много-много очень хороших людей, и, пожалуйста, все соединяемся. так что, друзья, еще раз хочу вас поблагодарить. Мы никуда не деваемся, хоть Юб даже Ютуб выключат, все равно мы будем объединяться, и объединяться будем под белой ромашкой. Вот такая штука. Да, я поэтому нарисую их несколько, раздарю их нескольким нашим людям, да, все остальные смогут взять фотографию хорошую напечатать, мы потом сделаем хорошего качества фото, и у себя в городе распечатать там мастерской какой-то, который так делает, на размеры такого же холста. Итак, друзья, рядом с матерью Берегини, вот там картина, белая ромашка, да, и вон там за моей спиной вот велосипедист, он, это ангел, велосипедист несет нам благую весть. Наша школа несет благую весть, да, вы понимаете, откуда эти слова, да, благая весть, но до встречи, до связи. весть.